Меня вот это все так задевало. Сейчас мы прочитали. Выкопал, тащило, ограду. А ограда написано «Закон». Закон – это образно, как в Штахетине стоят это заповеди, если только какая-то нарушена туда. И почему? Говорят, ловите нам, если снесенят, ловите. Надо закрыть сначала все. А закон гласит, посягающий на свою жизнь недостоин молитвы. Он самоубийца. Самоубийцы – наркоман, более легкий наркотик – табак. А этим курил Сталин курил. Я вижу, там кто папиросы курит, у него ущерб, у него сигары. Это самоубийцы. И они официально выпускают и травят. Более такой, твердый. Так, вот щелчок на весь мир пошел. Не забывай, Надежда. Твой щелчок, который ты делаешь, ну кто виноват. Говорит, прятаться начнем под стол. Не сообразят, а потом… Вот так и народы. Они не сообразили. А хотели они сохранить? Конечно, хотели сохранить. Они имели… Ну, Павел говорит, я надошел жертвенник, написано неведомому Богу. А у них много божеств было. А еще был такой, который дедушка говорил, а мы забыли, как его звать. То ли пузе, то ли степани. Божества-то были там. Поехали, Меркурий был. А кто? Бог торговли. А в торговле надо быть растолопным, ездить. Купцы где? И поэтому нарисовали у него крылышки на ногах. Крылышки он не руками машет, а ногами, ногами. Вот так как умно все было. Там Диана, ой-ой-ой, да там еще Венера. От Венеры осталось только венерические болезни. Больше ничего не осталось. А это богиня была. Аполлон, красавец, он лежит за ней. Представь, как это греки все насаждали, это их мифология. Она убегает от него, красавица. Вот схватит, и вдруг она превращается там в волну или в дерево. И все это поклоняет, заставляет жертву приносить. Зевс, бог войны, обязательная жертва, тогда победа будет. Кронос, а он пожирает детей своих. А Скрипи, это по врачам, у каждого свой бог был. Где они? Ни одного. А сохранили, чтобы молились о войне. Есть бог. Не надо Марса никакого. Господи, в твоей руке все. Дали победу народу, считай псалтырь. Да ведь и молится Марс, он молится богу Ягове, Яхве. Он прямо к нему взывает. Меня вот все время это трогало. Я много исследовал, считал книг, ужасно много. Искал, как бы исследовал по книгам. Я не имею доступа к каким-то раскопкам-то, но они описаны. Мне не за чем там копаться теперь. Как разгадали такие-то шрифты, как первый раз слово мотор, поняли, что вода, а дальше уже все остальное стали разворачиваться. И кто сегодня утрами молится? Там, ну какие-то были народности, назовем филистимляне, есеи. Нет никого, что евреи виноваты. Их гнали. Все народности поднялись против них, истребить народ Божий. Они идут в плен. Мы считаем, что 136-й псалом на «Повесили арку». Враги издеваются, пропойте нам из песней сиотфель. А они, говорит, блаженка возьмет ваших младенцев, разобьет на камень. То есть они не сдавались. Мы смотрим фильмы «Иринея» и «Исмирь». Много красавиц. Ну, женщина. Чем она? Ростом, лицом, глазами, ну и всей статью. Она, говорит, хоть впереди, хоть сзади. И он садит, и перед ним приводит не просто, а он ее осматривает, как на выставке. Вот эту можно взять и отпустить ее домой. И пусть, говорит, пойдут и поищут красавица. И все вдруг никому неизвестно и слить. Да еще не знает, какой нации она. Что у нее было особо, что она была из золота. Почему на ней он остановился-то так сердце? Перед ней-то и осень-то была неплохая, один раз не подчинилась. Ну, пьяные вызывают, показают. И все уже напились. Ну, я заценись, ну, еще мной играть-то. И сразу посоветовали братья, а какое? А поискать? У них было намерение возвысить еврейский народ? Нет. Они не знали ничего. И вот пошли сами они уже. Ну, не берут подряд всех. Так, как ты думаешь? Туда уходят, туда. И они же советуются. Ну, вот это, ну, посмотри, ну, и ноги какие, и руки, и спереди, и сзади. Ну, давай, давай. И набрали. И вот перед ним проводят. Вот это оставить надо. Сейчас я еще больше проверю ее, какая она. И в общем, как говорите, все вы лжете, он говорит там это. Когда мы считаем, смотрим даже фильм. Мы все лжете. И она стоит девственница. И сейчас он отнимет у нее сокровища девственность, а потом, ну, не понравилось. Нет, он прилепился к ней, провозгласить царицей. И она ведет себя там так, как ни одна бы не вела. И как мы рады, что он избрал именно еврееву. И здесь еврейки. Вот Медведев, Митрий Анатольевич, Светлана стоят в церкви, напишут. Она еврейка, фамилия такая-то ее. По порядку показывают правители. Как они сегодня на него будут пробираться, то туда. Образование не в этом дело. Вот у Джона Кеннеди была жена. Как она его избрала? Я как в университете еще заметила его. Очень перспективный. То есть у него идеи какие-то есть. Все. Если бы она избрала его по молитву, по милостыню, было бы может другое. А вот так все случилось. А как они избирают? Я не знаю. Но только предпочтение дается женщине. Родословная по ней пошла сегодня. Не по мужской линии. Если еврейка родила от русского, от Таталина, от призека какого-то, можно считать его уже хоть половиной евреем. А если от еврея, но она русская, никакой мусор. Как это они делают, не знаю. Я знаю только бытие 12-3. Благословляющий и будет благословлен. Благословлен, это все у него будет как надо. Не надо ему ему. Господь содействует. Только подумай, там уже все есть. Выхожу, а он уже стоит здесь. О ком я подумал? У меня почти каждый день это есть. Я давно его не видел. Почему он не появляется нигде? Возвонок. Выхожу, стоит на прицеле. Как это? Ну, я имею в виду в интернете даже. Вот так. И представь себе, что не было бы Псалтыри, не было бы Библии, Евангелия. Ну, то есть еврейской нации не было, избрания не было. И мы бы мыкались в себя сейчас, искали. Да и мусульманство-то не было. Оно там, все это берет. И название, Иса, Иисус, и происхождение где-то. Ну, что-то оттуда взято. Три мировые религии. И поэтому спорить с написанным никак нельзя. Вот у нас открыли, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять надписей. Откуда взято? От евреев. То Иисус Христос по плоте евреев. И Богородица кто? А я спрашиваю одно, кто был, русская, Мария. Ты уверен, что русская? Конечно. Что, мы евреям, что ли, поклоняться будем? И ты молишься ей? Ну, я и Христа призна. А кто их мыслить? Русские, конечно. Русские. Из какого города нужно? Из Саратова? Ну, маленько-то. Почитай историю эту. И научись благословлять Бога. Успокойся. Ничего не будет. Ну, еще вот. Мухи. Кончатся сейчас беседы. И вы мухами займетесь тогда. Я вам оставлю. А над мухами свой Бог. Вензил Бог. Бог муха. Потому что мух много. Ему жертвы приносят. Ему делается меньше. Не надо вот эти вот у нас налепины-то висят на токах. Вот и все. А мы знаем по Писанию. Все религии ложные. И вот нет сегодня на земле книги более популярной, чем Библия. А в Библии самая популярная Псалтырь. А в Псалтыре самая популярная Псалом 50-й. И это пишет царь, который согрешал. Вот допустим, описывают один недавно. А вы не хотите стать мусульманином? Я говорю, разумный человек. Небо менять на землю не будет. А что это такое? Да у вас в духовном роде ничего нет. Рождение слышу, мы не слыхали даже. Крещения нет. Я не говорю о крещении Духом Святым. Водительстве. У вас ничего этого нет. То, что у нас считается необузданностью плоти. Даже один раз с чужой женщиной уже семь лет будет за дверями стоять. А у вас четыре нормальные. Главное, чтобы кормил одинаково всех. И что сравнивать? Там нет ничего этого. Нету. И поэтому я не трогаю никакой веры. Я знаю по слову Божьей. Кто будет проповедовать и то, что мы проповедовали. Или ангел с неба. Да будет анапелем. Галатам 1.8.9. И поэтому мы Бога славим и благодарим за все, что Он нам дал. И мы поклоняйтесь еврейскому Богу. Он не еврейский Бог. Он всемирный Бог. Но открылся во всей красоте, славе, добре, терпение евреям. Мы благословляем, а не проклинаем этот народ, который сохранил истину. Вот много. 2896 наций. А какое преимущество быть евреем? Какое преимущество идти во Смерцию? Майдонек, Треблинка. Куда идти? Не в этом дело. А Павел говорит во всех отношениях. А наиболее всего, что им вверено Слово Божие. Вверено. И они его сохраняли. Они его заливали, прятали. Тайно ночью приходили, через несколько лет откапывали, свитки несли. Они заботились. Ну, мы знаем, как переведен был перевод семидесяти. Семьдесят два переводчика. Почему Александрийская библиотека решила иметь императора именно это? Да там уничтожат потом Арагу. Уничтожат, но останется. И переведено будет на русский язык. И у нас еще, смотри, сколько надписей везде. Все есть Слово Божие. И считаем, вот этих двенадцать, как... Ну, а надписи другие можно сделать? Ну, как? Слава КПСС. На каждом здании светились все. Слава КПСС. Где Слава? Бесславие. Палачи-убийцы. Губители народа. Развратители. Семьдесят два года грабили народ и теперь разделили его между двумя государствами. Израилем и Америкой. Сразу миллиардеры появились. И что ничего. Благодари Бога. Благодари Бога. Благодари Бога. Благодари Бога. Это один из самых крупных, искренних святых отцов. Он никого не боялся. И он написал о нравственности священству. Сегодня так еще Слово сказал. Поп пьяный. Сегодня ночью мне выставили. Батюшка экскурсию сделал в школу. Здесь ролик ночью выставили. И сразу первый раз вижу попасть без большого пуза. Вот такие вот все стоят. А батюшка идет устроенный как тросинка. Даже это люди подмещают. И этого бы у нас не было, если бы не евреи. Не сохранили Слово Божие. Они его сохранили. А града проще должна быть. А не выламывать. Это запад не нужно. Это не нужно. Это раскрытое. Все на этом сегодня. Благодари. Пойду я. Богу славу. Сейчас я кляну на улицу раз. Как там? У меня был пуз. У меня был пуз. Давай съемку.